Итоги работы за первое полугодие положительные и не только потому, что все намеченное сделано. На заседании Совета в первой декаде года представители национальных диаспор внесли ряд предложений по расширению культурных и социальных связей между разными конфессиями. Предложение муниципалитет активно поддержал. В результате, начиная с марта, в городе впервые состоялись мероприятия, в которых с удовольствием приняли участие несколько тысяч горожан самого разного возраста. В частности, речь идет о выставке татарской культуры, которая несколько недель работала в нашем музее, и о большом национальном празднике. В марте проведено городское мероприятие, посвященное национальному празднику «Набрус». В празднике приняли участие руководители и активисты национальных организаций, сообществ, диаспор, действующих на территории округа. Это таджики, узбеки, казахи, татары, башкиры, немцы, азербайджанцы, чечены, инкуши. Были приглашены руководители областных национальных организаций и гости других городов – Новосибирск, Новокузнецк, Кемерово. Очень важным моментом, особенно в свете событий, происходящих на Украине, отметила Надежда Юн, стало включение руководителей и лидеров национальных сообществ в состав Общественного совета при главе города. В своем докладе Надежда Юн отметила и другие направления работы по укреплению межнационального и межконфессионального взаимодействия, в их числе как работа с миграционной службой и представителями полиции, по недопущению нарушений законодательства и борьбе с экстремизмом, так и работа в школах и с молодежью Ленинска, по знакомству с многонациональным кузбассом, традициями и культурой диаспор, живущих в нашем городе. Докладчица отметила и тут факт, что армяне и таджики, татары и чеченцы, немцы и башкиры принимают активное участие в общественной жизни Ленинска. Будь то всекузбасский субботник, акция «Один человек, одно дерево» или празднование дня города. Вторым вопросом, который рассмотрели на совете, стал опыт старейшей национальной общественной организации русских немцев «Возрождение», который в декабре этого года исполнится уже 25 лет. Наработано за четверть века немало. Социальная помощь членам организации и лингвистические лагеря, курсы немецкого и творческие гостиные, в которых русские немцы на практике знакомятся с традициями кухни и культурой своего народа. Ежегодно участники языковых курсов участвуют в конкурсах «Изыковые знатоки немецкого языка». Среди центров немецкой культуры разных городов и области. Так, в прошлом году один из членов организации, участник этого конкурса, занял второе место и был награжден в учебной работе. Этот опыт может стать отправной точкой для организации работы внутри других национальных диаспор, тех, кто ратуют за сохранение своих традиций, особенно в среде подрастающего поколения.